Практически все, кто первый раз заходит в стройку своего первого загородного дома, спотыкаются об одни и те же грабли. Они часто допускают жесткие ошибки, как в планировании строительства, так и в самом строительстве. Люди тратят прям до хрена денег на всякую ненужную ерунду, да еще ушлые строители им там подкидывают различных решений дорогих. И сегодня я буду говорить не о том, как сэкономить на материалах, а о том, как правильно выбрать вообще идею своего загородного дома и как не переплатить при его строительстве. Самые мощные и большие грабли, на которые люди всегда наступают при начале строительства, даже при начале планирования своего дома, они начинают сами заниматься планировкой. Начинают влезать в проектирование, сами начинают что-то рисовать, выбирать какие-то там куча разных непонятных проектов в интернете, пытаются это скомпоновать, вообще не понимая, что им конкретно нужно. Все почему-то думают, что мне нужно там 150-200 метров, хотя у вас там трое человек всего в семье. Вот мне нужно и это, и это, побольше на карандаше все это намечтают, начинают отправлять, считать сколько это все стоит, получают очень разные разномастные ответы, по цене отличается там просто в 2-3 раза все. И естественно в какой-то момент приходят к тому, что нужно свой дом спроектировать. И начинают без царя в голове лезть в проектирование. А проектировщик такой человек, ему вообще по большому счету без разницы что проектировать. Вы сказали, хочу там 25 спален по 35 квадратных метров и двухуровневый санузел. Он вам нарисует без проблем, 35 раз фасад поменяет, нарисует, вы все это спроектируете, отслюняете кучу денег за это. Но к чему это приведет? К тому, что в момент, когда вы придете к строителям, дадите им проект на расчет, вы просто охренеете от того, сколько это все стоит, и начнете это все долго и нудно перепроектировать. Причем так прям сразу, как минимум пополам все срезать. И опять это может ни к чему не привести. Несколько раз уже люди приходили, которые проектируют 2-3-4 года, и они никак не поймут, что им нужно. Время-то идет, деньги-то не дешевеют, проектирование становится дороже, земля становится дороже. Мы за это время теряем на стоимости материалов. Причем теряем достаточно круто. Процентов 20-30 прям легко только на одних материалах. При этом же еще работы дорожают. А еще, когда люди сами начинают свой домик придумывать себе, они начинают туда втаскивать всякие эркеры, какие-то башенки, страшные какие-то переходы по кровли, большие пролеты, окна панорамные, невозможного размера, которые потом будут стоить, как запчасти от Боинга. Вот это все, оно в итоге может и выглядеть некрасиво, и стоить будет конских денег, и не будет совершенно никак не функционально. И, например, одно из самых распространенных и тупых решений по планировке. Входим в дом с одной стороны, вот от машины приехали, допустим, все, машинка рядом, выгрузились, зашли в дом, тамбур. Несем вещи, особенно какие-нибудь продукты, несем через весь дом по диагонали на кухню. Просто 20 метров по диагонали туда-сюда ходим. Неудобно, то есть мы, если зашли, нам желательно все разгрузить прямо где-то вот здесь, должна быть кладовочка на входе, очень удобно, желательно кухонная кладовка. Обязательно нужен гостевой санузел, на участке повозился, раз тебе приспичило в туалет, и ты там во всей грязи там мыл машину и побежал там сразу на второй этаж, ты руками хватаешься грязными за свои перилы дубовые, потому что ты не предусмотрел туалет прямо на входе. А непосредственно строителям на это, как правило, вообще наплевать. Вы что нарисовали, вам то и построили. Правильно все спроектируйте, это задача архитектора. Архитектор стоит достаточно дорого, особенно если это грамотный архитектор. И то, не всегда даже грамотный архитектор может проникнуться в то, что вы хотите получить и дать вам прямо наилучший совет. И вот с точки зрения экономии ресурсов и времени, самым правильным будет это выбрать именно что-то из готового решения, которое уже строилось, которое уже 150 раз посчитали, перепроектировали, уже все там оптимизировано, все поменяли. Подстроились под 150 разных людей и выдали готовое решение. Люди часто пользуются всего несколькими основными критериями при выборе планировки своего загородного дома. Первое, это необходимость и достаточность помещений. Если нам не нужен бильярд, то мы не делаем там бильярд, особенно если у нас нет на это денег. Нам нужно определенное количество спален под количество проживающих. К этим спальням нам нужно определенное количество санузлов, нам нужны всякие кладовочки, техпомещения, определенного размера кухня-гостиная. Опять же, в зависимости от того, сколько людей проживает. И при этом, все это должно укладываться в какой-то в разумный бюджет, который будет соответствовать и качеству строительства, и будет отвечать тем потребностям, которые мы возлагаем на наш дом. И плюс, это все должно быть удобно и, самое главное, красиво. Все мы покупаем глазами и строим дом не потому, чтобы он был просто дом, а он еще должен нам нравиться. И вот всем этим критериям четко отвечают дома серии Микея. Там можно выбрать дом от 80 метров до 230 метров на любой вкус. Эта серия домов разработана проектировщиками очень известной компании Optimum House. Они их уже 150 раз оптимизировали, проверили все технологии, проверили все технические решения. Эти дома можно просто брать и прям строить не глядя, и вы получите офигенный качественный продукт. Мы строим дома по этим проектам, потому что это одни из самых продуманных решений на рынке. И выбрать эти дома можно по ссылке в описании. По итогу вы экономите на домике в 150 квадратных метрах 1200-300 на проектирование. А отсутствие затрат временных на проектирование вы экономите на росте стоимости материалов. Это тоже 1400-500 легко. И самое главное, вы реально сэкономите кучу нервов. Потому что выбор планировки своего загородного дома и его строительства реально занимает кучу нервов сил и времени. Пример с квартирой. Давно купили квартиру. У него была какая-то своя планировка. Казалось бы, все, огонь. Но нет, там были кое-какие нюансы, которые меня категорически не устраивали. И я себе, я строитель, я месяц себе мозг снашал. Пока я нашел ту 28-ю итерацию планировок в автокаде рисовал, которая меня устроила на 110%. И я сейчас хожу по квартире до сих пор, спустя уже 4 года, говорю, какая охеренная у меня квартира. Я вот не зря потратил время. Я ее вот выстрадал. Но это надо иметь опыт, знание. Надо понимать, что как это проектируется. Где, что, с чем дружит. При этом нельзя поменять планировку квартиры, потому что у тебя не должны санузлы мокрозоны переехать. И потом это все еще сделать. Это надо старое все разломать, вынести и новое сделать. Вот с домом все то же самое. Ты можешь просто нарисовать какую-то фигню, как у нас люди часто приходят. А потом говорят, а давайте вот тут передвинем чуть-чуть. А, ну и вот тут чуть-чуть. Тут дверь уехала. Давайте еще вот это перейдем. В итоге весь дом наизнанку выворачивается. И мы опять зашли от типового проекта, выбранного на сайте. Мы зашли в индивидуальное проектирование. Дом 150 метров можно проектировать спокойно целый год. Это вообще нормальная ситуация. Потому что в проектировании, как правило, участвует архитектор, конструктор. Отдельно кто-то расчеты делает. Отдельно у вас проектируют инженерку. Как правило, отдельно проектируется электрика. Отдельно проектируется отопление. Отдельно проектируется вентиляция. Бывает, что люди думают, а что я сейчас денег отслюнявил, там полмиллиона. И все, за меня сейчас все сделаю. Нет. Вы все равно будете со всеми этими людьми взаимодействовать. И вы постоянно будете на связи. Вам постоянно будут задавать тупые вопросы. Иногда по два раза. И это все, как правило, людей очень сильно выматывает. И это самая большая ошибка. Заходить в такую работу, в такое проектирование. Не понимая, что это выглядит именно вот так. Что нет такого, что все, вот пачка денег. Давайте завтра должен быть дом. Так тоже бывает. Человек говорит, бюджет не имеет значения. То он реально не будет иметь значения. Он будет очень большой. И да, человека не будут трогать. Нанимается дизайнер. Он за вас все это решает. И это все спокойно без вас варится. Напишите нам в комментариях, как вы считаете, что лучше, по вашему мнению, выбрать что-то готовое и это построить. Или самому заниматься проектированием своего загородного дома. А с вами был Филипп и канал строительной компании SkyHome. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok